Место приема документов на участие в Праймерис – региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» в Реутове. Оксана Пушкина пришла сюда в хорошем настроении, с пакетом документов. Процедура заняла всего 15 минут. После подачи документов детский обмудсмен рассказал, что одной из причин ее участия в Праймерис, а в случае победы и выбора в Госдуму, является недостаточно проработанная база законов по защите прав детей. Этот шаг мне дался не очень просто. Я действительно очень много думала, анализировала. И пришла в своей ежедневной сегодняшней работе. Я защищаю миллион 300 детей Московской области на протяжении последних месяцев. И я вам скажу, что мне категорически не хватало определенных законов, определенных поправок к законам. И я очень хочу, чтобы все это работало на категорию граждан, которые сегодня действительно нуждаются в нашей защите. И времена непростые, и совершенно ясные. Мне, например, понятно, что нужно чуть-чуть поменять, а может быть не чуть-чуть. Согласно положению о предварительном голосовании, решение о регистрации участника должно быть принято в течение пяти дней после подачи документов. При этом встречаться с жителями, организовывать мероприятия и агитировать можно, не дожидаясь регистрации. Пушкина подчеркнула, что конкуренция на Праймерис будет высокая, но она готова к соревнованию. Я готова к соревнованию, если оно будет честным, а если оно будет нечестным, то я готова своих соперников убрать по-честному. Потому что я очень уверена в том, что я делаю. Это очень важно, когда дело, которым ты занимаешься, это часть твоей души, это твое нутро и это твое призвание. Вот когда ты это понимаешь, когда у тебя все складывается в порядке, то конкуренты не страшны. Напомним, что прием заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения кандидатов в Госдуму начался 15 февраля. По данным на 22 февраля документы подали уже семь человек. К участию допускаются кандидаты без зарубежного гражданства, иностранных счетов и судимости не только снятых, но и погашенных. При этом партийная принадлежность не имеет никакого значения. «Единая Россия» обеспечивает всем равные условия, независимо от того, в какой партии кандидат состоит и состоит ли вообще. Регистрация участников предварительного голосования завершится 15 апреля. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».